Что-то не включилось или что? Да, не включилось. Не включилось. Подождать надо минутку, сейчас еще раз попробую. И две, одна. Надо отбукнуть. Один раз сбукнул. Все, это не пойдет. Надо два раза. Все, второй раз. Нету. Все. Пошло. Слава тебе, господи. Добрый день. Здравствуйте. Мир вашему дому. С миром принимаем. Здравствуйте. Вчера с вами я общался, поздно вечером. Моя фамилия Еленко Борис Семенович. Ваш вопрос о том, что мы все записываем и вставляем в интернет, непонятен, я согласен. Все. Да. Ну, слушаю, давайте. Да. Значит, ну, я к вам... К вам очень много людей обращается с различными вопросами. Да. Приятно вову видеть. Немножко позоросом. Да. Здравствуйте, Владимир. Многие люди обращаются к вам. Вот решил и я. Вот в течение года смотрю ваши видеоролики. Смотрю ваши видеоролики. Очень интересно смотреть на вашу жизнь. Настоящую православную жизнь, да. Сам я живу, кратко о себе. В Донецкой области, в город Бахмут, если знаете, где добывают соль. И делают хорошее шампанское. Если в жизни вы пили, тогда это шампанское наше, советское, так называемое. Володя не знает, а вы должны знать, Игнатий Тихонович. Что побудило меня вот созвониться с вами и как я смог сделать. Я вышел на Сергея Игнатова. Он недавно был. Здесь он живет не очень далеко от нас, в городе Угледаре. Вы знаете его. Он у нас был осенью здесь. Да, да, да. Я смотрел ролики его. Да, очень интересно. Ну, сразу скажу я вам. Я всю жизнь прослужил в органах МВД. Я писал вам. Да. И, ну, не буду каяться, потому что, вернее, нужно каяться. Ну, не буду вам об этом рассказывать, что было и как. Слава Богу, что сейчас немножко у меня другое. Дело в том, что все мои родственники, все мои друзья, значит, считают меня не совсем нормальным человеком. Понимаете? То есть, почему не нормальным человеком? Ну, вот изменился так. Даже вот внешний вид. Кстати, борода вот эта, это благодаря ваша четкая печать, как в собачьем сердце. Помните? Дай мне такую справку. Печать, броня. Вот это у вас такая броня, значит, то, что связано с своей бородой. Да. А это не просто, это не просто бороду сделать, вот 55 лет быть без бороды, а потом вот так. Нападки жена, дети и, видите, и т.п. Ну, короче, вы это знаете. Значит, самый главный звонок вам. Почему к вам? Мне очень нравятся ваши проповеди, очень интересные ролики. Я очень много узнал из них, потому что голод, Слово Божие, мы очищаем все, понимаете? А в основном христиане какие? Идут в церковь, что ты там был? Я поставил свечу, а что там было? Он тебе ничего не рассказывает. Я стоял. Ну, это вы говорили много раз. Но мне больше хотелось бы узнать лично от вас, понимаете, что... Вот для меня два лапкина, два лапкина. Как бы один, которого я благотворю, а второй немножко у меня есть сомнения. Какие? Я скажу вам. Какие? Я скажу. Ну, допустим, первое, первое сомнение. Давайте я вот тут парочку вот этих своих сомнений скажу, а потом тот вопрос мой самый главный, потому что ответы ваши на вопросы почти все есть на ваших ресурсах. Там очень много ответов. И вы провели огромнейшую работу. Это, конечно, дорогого стоит, я вам скажу. Но больше меня интересует вот диалог с вами. А мне хотелось бы спросить лично у вас, почему вы так сделали? Потому что меня мучает эта мысль. И второй вопрос вот с чем касается. Вот чего касается. Вот буквально вы недавно проведывали двух старушек, и очень много говорили им о том, что... О занавесках, о занавесках, о бдительности. И это очень правильно, что нужно завешивать, потому что занавески стоят жизни людям. И в то же время я смотрю ролик ваш, да? Ну, он называется что-то там типа Тарадора. Как вы на быков с пиджаком наступаете. И мне никак не мог понять, как вы могли решиться на это, да? Ну, вас бы быть бы... Тем более там место было, где заклание происходило, то есть они, это животные, он мог бы одним ударом рога, да? Ну, лишить вашу жизнь. И мы бы не имели больше Игнатия Лавкина. Вот мне интересно, как вы на это вот решились? Что вас побудило быть, ну, таким, можно сказать, бдительным? И вдруг на тебе вот такой момент, как бы... Вы поняли мой вопрос, Игнатий? Так, я против того, что было, да? И вдруг что? То, что бдительным, а второе не могу понять. Что? И вдруг? Чуть-чуть повторите еще раз. Второе, что там сказали? И вдруг что не так делалось? Что и вдруг, что? Что вы имеете в виду и вдруг? Что? Еще раз скажите, пожалуйста. Слово вдруг, вдруг. После того, как сказали, там понятно, что орки задергиваем, а потом вдруг, что именно вдруг-то? А-а-а! Ну вот ролик, ролик ваш, он назывался типа Турадор, кто-то из Потеряевки там, да? Когда вы перебегли с лагеря-то? Ну да. После лагеря-то. Вот он говорит, почему вы так поступили? Только вы не с лагеря, только вы не с лагеря, а с пиджаком. Меня до глубины души, это ну как бы, понимаете, Лавкин, который бдительный, который прошедший все дела, и вдруг бросился найти, в Бекову безумный. Этот бык мог вас в один момент поднять на рог, и Лавкин для нас бы закончился. Все. А как это будет? Как это будет? Что? Так, вас как звать вы, Леща, это Роман как? Не-не, меня зовут Борис Семенович, ну, я влачу вас на... Подожди, Роман, Семен... Борис? Борис Семенович. Борис Семенович. Ну, дело в том, что, если вы так уже за полную приняли, это, значит, удался ролик-то. Я этого и хотел. Я знаю быков, знаю обстановку и знаю, кто там был. А только что смотрели фильм Камагридеша. Ну, наши-то быки какие-то. Вот я им решил это показать, поиронизировать. Там ничего нету. Бык этот броситься никак не мог. Тем более, я сын пастуха, я вырос на этом деле-то. Но если вы такой человек серьезный, приняли, что я всерьез это сделал, и бык мог что-то сделать-то. Значит, ролик удался. Удался. Петерку поставить можно. И на спектакль. Ну, я делал в том, что в жизни тоже у меня были разные моменты. Я видел много чего, да? И как бы немножко вот так вот. Ну, просто мне хотелось узнать, как вы могли... Опасности не было, Борис Семенович. Не было. Опасности не было. Другое дело. Я сижу в окно на первом этаже у нас барак. был там где-то. И на нашей площадке, передать это, мужики стали драться на ножах. Там преступная группа грабили поезда, а я ходил с собаками и часто ловил, останавливал. Один. У меня... Я в Уолану розыске занимался там. И я бросился в них, в толпу и растащил. А я какой? Совсем никакой. Да они там на всю жизнь благодарны и жены, и все. Конечно, я поступил неправильно. Но есть такая книга «Отец Арсений». Когда там в тюрьме он был, а отбывал в лагере, и вот такая резня началась, и вдруг он среди них появился и одним окриком остановил эту резню. Вот как дело-то было. Вот этот случай был, да, это подходящее. А с быком тут ничего не было. Я его знаю еще теленком. Понятно. Но вы не рискуете так иначе делать. Потому что ну, дьявол может такое сделать, что и в быка вселит, и хоть вы его и знаете, иногда бывает, жену знают 40 лет, а она в последний момент такой удар нанесет тебе, что мало не покажется. Понятно. Так, я повторяю, я сын пастуха, я вырос на поле, и я знаю этого быка, и как он себя ведет. Но я решил проинализировать, чтобы иронизируя показал им, как это делается. Вроде я тоже тариадор какой-то. Ну, немножко разрядить обстановку. Я понял. Но вы разрядили, поверьте, разрядили многие вот мои люди, которые смотрят знакомые, были очень крайне удивлены вашим поступком. Ну, теперь это проект. Я скажу вам сейчас, вот, идем по, так это, как называется, между двумя полосами, растут тополя, тут березы, там тротуаром не назовешь, а как аллея. Дальше проходим, глядим, старик лет 75. И он с внуком играет, прыгает, и там это, потом увидел, ой, простите меня, пожалуйста, вы знаете, у меня такое детство было, что его не было детства-то. Я сейчас с внуками вожусь, я как будто вернулся в детство. Ну, понятно, вы не можете. Какая история предшествовала этому. Я вырос со скотины на полях, сын пастуха, природного пастуха. Отец, у нас без руки, с войны вот так вот был-то. И мы уже с пяти лет мы так пропадали на поле. И мы скотину просто на ощупь знали. У нас никогда не было. Но были будущие буки, мы знали дальше, как обращаться с ними. А этого я каждый день вижу, мимо лагеря ходит он. А ему-то всего там два года неполных. А то он такой просто там и отширся породой или что-то. Дело в том, что они подошли на место заклания, видно там, и почувствовали запах крови. Да, да. Они могли не совсем у них сработать в голове. Знаете, как бы... Ну, хорошо, заботу. Благодарю. Но ролик удался, значит, если вы поверили. А так решится, и потом все будут о такой нелепой смерти Игнатий Игнатича. Не доведи, Господи, да. Хорошо. По этому ролику претензии никто не заявлял. Быка того нет, его уже убрали. Игнатий Игнатий Игнатич, дело в том, что я просматриваю ваши беседы с людьми. Я не хочу их судить, конечно, но из них очень мало познавательных людей и вообще интересного то, что происходило между вас в вашем диалоге. Хотя есть очень интересные. И я сразу скажу, что я буду необычные вам вопросы задавать, потому что я сам человек такой, я не знаю, наверное, не очень необычный. Игнатий Игнатий Игнатич, я еще хотел по одному ролику спросить у вас. Вот я не помню там что-то, вы вели деток, деток вывели на лужайку, где-то что-то, или какой-то или праздник был, или что-то. И вот у них какие-то, я не помню, соревнования, или вы как-то захотели их, что начали бороться мальчики, а потом девочки. Вы помните об этом? Конечно. Бороться. Вы понимаете, ну вот, я, опять-таки, я вам очень честно говорю, это такая нелепость для меня, когда девочки бороться, а зачем это вам нужно, Игнатий Игнатич, а? Ну, в смысле, мальчики еще ладно, хотя вот этот дух, знаете, я хочу вам два слова сказать по поводу, вот что вы мне скажете, показывает с этого бойца МММ российского, Володя, вы подскажите, Федора Мельяненко, Федора Мельяненко, который выходит под такую музыку православную, такую, что прямо мурашки по телу идут, да, крест такой снимает, и вдруг православный христианин нажим на кулаки, враг падает там, или противник, а он еще и добивает его, какой же он православный, вы понимаете, то есть вот этот дух чести, и я считаю, что он никакой не православный, не может православность ну, бить человека, и вообще зарабатывать боем, дракой, средства существования, как вы к этому относитесь? А тут, смотрите, я отвечаю вам, отвечаю, в первую очередь, когда касалось детей, дети знают, они знают то, что они дети, и бывает так, что в самом лагере друг друга как-то задирают, а это нельзя, ребенок остается ребенком, поэтому, не один год, а 45 лет, как основатель и начальник лагеря, 45 лет, это пол, больше пол жизни, и знаем, как сделать ребенку, чтобы это было приятно и не вредно, мы говорим, вот сейчас все это подсохнет, там трава такая мягкая, вот, и теперь они идут, разуваются, и начинают мериться силами, больше тут еще нет, ни ударов у нас нет, ничего, а что тут, тут вообще никогда об этом не думали, а то у нас каждый год, они дети уже знают, что когда-то можно будет, если нужно по березам лазить, мы идем там, где березы проверенные, то ребенок остается ребенком, мы показываем, я учу их, как каждая звери, птицы крещат, они эмоции там выплескивают, приходят, у нас дальше идет все нормально, так что, когда они борются, это желание ребенка, он подвижный, ничего в этом нет, со львами как бы боролся, Давид боролся со львами, с медведями, он более сильный был, а наши-то там, друг с другом, один раз поборолись, а я еще хочу, нет, уже хватит, себя попробовали, все, мы не можем запретить ребенку, как-то себя показать, или, чтобы это было под насмотром, что больно не было, не сделало, это мне, что больно было, или какой-то прием, ну, я вас понял, ну, вы знаете, есть еще нелепая случайность, и не дай бог, там этот ребенок, не дай бог, поломал руку, вывернул, опять вы подставляете себя под этим, зачем это вам нужно, по березам лазят, они как обезьяны, куда, это дети, я их учу сначала, я их под зеленым сукном, не держу детей, они даже все у меня умеют делать, мы поэтому показываем, вот, играет там в городке где-то дальше, 75 метров, называется разъезд, ну, на такой вот высоте, брусья там, переплетение, они ходят, вестибулярный аппарат отрабатывают, это ребенок, ему надо, чтобы он все умел делать, учимся купаться, там они на конях ездить, а если конь что сделает, ну, мы молимся, 45 лет, ни одного повреждения не было, ни одного, это значит, мы знаем, ставим ограждение, это дети, я их не могу, вот скажут, еще у вас в лагере, такие они, ну, какие, мы как можем, так делаем, даже зайти на этот, бум, это как бум, он должен три поклона положить, старшему попросить благословения, разуться, и так купаться, идут из лагеря три поклона, пришли на пирсе, три поклона, теперь купаются, можно где-нибудь, прыгать, на лодке, везде правило, правило, что нельзя на край лодки садиться, они сами учатся грести, плавать, это ребенок растет, мы готовим его к настоящей будущей жизни, а как, когда разрешаем корову доить, он должен все уметь, на кухне они у нас сами стряпают, в русской печи, ребенок на костре, а не с огнем, это костер, это очень опасно, ничего нет, они подносят, чищу, старший накладывает, картошку готовят, поэтому им интересно так, иные уже со своими детьми к нам приезжают. Ну, в принципе, в принципе, вы правы, ну, ладно, это как бы ваш выбор, ваш выбор, я просто так от того думаю, ничего, 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 сделал бы я или нет, хорошо, Иван Тихонович, ну, вот еще у меня вопрос есть, как бы такой общий, значит, вы такую книгу знаете, посмотрите, пожалуйста. Так, подождите-ка, пастырское служение по... какое-то... По священным канонам. По священным канонам. Ну, у нас по-другому называется, книга правил. Не-не, книга правил, это книга правил, а тут каждое слово, вот как вы, тут каждое слово для священника обминетировано книгой правил, апостольскими постановлениями, вот, да-да-да. Так, я вас хотел спросить по поводу вашего священника, он является вашим братом, отец Яким, правильно? Да, правильно. Да-да. Ну, может, я в чем-то буду неправы, мне поправьте, если что-то. Как бы, он неплохой священник, и дай Бог, чтобы у нас такие священники были, где я, где я живу. Потому что, я буквально недавно, я вам расскажу так, в двух словах историю, что я начал ходить в церковь, в наш приход. Ну, он, конечно, очень сильно отличается от вашего прихода, поверьте. Да. Там три раза в период литургии выходят с этой тарелкой, ну, собирают, понимаете, эти подати собирают. Ну, не те, которые вы говорите, я с этим согласен, простые, да. И я подошел к батюшке, и я тем более узнал, что он занимается, у него есть служба такси, и занимается перевозками. Батюшка, понимаете. Я подскажу, батюшка, а как так вы совмещаете, вот такая, ну, у вас, ну, как бы вы служите двум господам, как в Библии говорится, Господу и мамоне, а так не получится. И знаете, что он мне ответил? А что я могу сделать, если меня паства не может содержать? Хотя приход очень большой, и там, если я чужие деньги не считаю, ну, там, я не знаю, сколько ему денег надо, понимаете. Так вот, вопрос мой по поводу отца Иакима. Значит, а вот ваша община, что, не может его содержать, чтобы он не занимался вот этими овцами, понимаете, потому что, когда он переодевается в одежду, ну, рабочую, да, сразу пропадает этот образ Христа. Когда он в одеянии, вот когда я вам служил, да, одевал китель, погоны, то, ну, я чувствовал, что люди влияют на людей, и вообще человек не маленький, да, вы, кстати, говорили, что надо похудеть, у меня 130 килограмм, вот, плюс еще мундир, и он влияет на людей, понимаете. Точно так же и священнослужитель. Вот сейчас возьми, его оденем в гражданскую одежду, он совсем не похуд на священнослужителя. Вы сейчас мне скажете, что в Библии написано, что апостол Павел шил палатки, то есть дал пример, да, он дал пример христианам, что вот так был и священник, но надо это вот непосредственно отцу и акиму заниматься овцами, а лучше бы он может больше занимался все-таки служением Христу, а овщина его содержала. Как, что вы мне отвести по этому поводу? Ну, одно другое. Потому что вот, извините, пожалуйста, в пасторском служении по священным канонам написано, что священник не имеет права даже ночью снимать одеяние, должен спать в подряднике. Понимаете? Как вы мне скажете, что вы мне ответите по этому поводу? Ну, подрядник это не спасение, а он в таком одеянии пасет часто. Как раз в одеянии подрядники, в домашней обыкновенной одежде, так и пасет, и на поле так и ходит. Ну, а не надо это было. Нельзя, чтобы кто-то из общины занимался этим делом, а в афисху освободить его только дать, чтобы он спасал души христианские, понимаете? Это ему в похвалу, что он занимается-то, а не в упрек. В похвалу. Мы говорим апостол Павел, а чем занимались те, которые праотцами, патриархи называются? У всех были овцы, у всех. Они этим занимались. Яков чем занимался? Мы знаем, что Бог наделил его великими дарами, то есть богатство, даровал ему, и он правильно им воспользовался. Это никак не мешает, и ни запрета, ничего нет, наоборот. Вот мы знаем, за границей я был, ездил в Америке, там так, приходы небольшие, поэтому священники работают, бывает там, я не знаю, на половину, или как там, ставки, не знаю, они работают на государственной работе, на государственной. Вот у нас был милиант, он, отец Александр, он работал в НАСА, в Аргентинске, епископ, я был у него, в НАСА, то есть в ракетной этой технике и прочее, да он ничего не нарушал, и если я вот знаю, которые плотниками работают, или как-то случилось там, срочно вызов, он сразу же рабочую форму снял, переоделся и поехал по вызову. Это в похвалу ему. У нас в тарелка не ходят. У нас ни одного дня, и у нас ни за требы, ни за вещи, ни за что не берут деньги. Сами покупаем рост, сами делаем. Так что... Это похвально, это похвально. А вот это вот, что священник работает в НАСА, и здесь я вот не приемлю это. Я вам честно говорю, вы не обижайтесь, но я здесь приемлю. не приемлю. Ну а как же, священники везде, где строят храмы, житья святых, говорит о том, как они работали. Да, да. Житья святых об этом говорит? Они прямо работали. Не отставая, с лопатой в руках. А Христос тоже их призывает. Вы же сами говорите, вот священник, я златоуст. Кстати, дай Бог вам здоровья. Это все. От вас я взял очень много хорошего. Очень много хорошего. Поверьте, я просто не засыпаю без Игнатия Лавкина. У меня планшет. Мне жена, говорит, ты с ума сошел с этим Игнатием Лавкиным. Понимаете? Ну, воспринимает это что она не то, что ревнует, или, ну, домашние первые враги. Понимаете? Я сказал им это, хотя теперь враг номер один у них. Понимаете? Так что то, что Игнатий Игнатий Лавкин дал мне, это очень много. Но у меня вот есть моменты, с которыми я не согласен, поверьте. Вот еще, Игнатий Игнатий Хочу вам один момент на ролик, так, ну, образно его разобрать с вами. Вы приехали с братом со священником Анатем Якимом к вашему брату, к вашему брату, ну, который вот употребляет спиртные напитки. Я забыл, как его зовут. Так, а Кобриш, что он не так? Он говорит, приехали к вашему брату с отцом Якимом и Павел, который спиртные напитки употребляет. А, ну, и что? Павел, Павел, да. И вот начался диалог о том, что Павел что-то дал от своей Киму, а Иоаким ему не отдал что-то, понимаете? Вот это труда. Потом отец Иоаким начал падать на колени перед ним. Помните, да? Ну, конечно, помню. дома, да-да, а этот парень говорит, так, сам мне свои колени, ты мне отдай вот то. А отец Иоаким говорит, я тебе вообще не отдам, потому что это как бы... А что это было? Как бы, знаете, немножко тоже меня это вот... Ну, это, конечно, ваше дело, но ролик что-то был, и я... Вон очень понятный ролик-то, я повторяю, очень понятный. Каждая выпивка у человека убивает 750 тысяч клеток, как говорят. А если каждый день пьет, у него уже ничего нет, одна коробушка пустая. И поэтому человек все пропивший, он теперь начинает где-то искать что-то. Что у него взяли? Я ему бесплатно дал, допустим, шланги. Шланги, это может быть метров 200. А тут особый у нас такой есть завод, резина технических изделий где-то. И эти где-то у него там потерялись. Батюшка говорит, ну потерялись, ну что теперь сделать-то? Кто взял? Ты же не знаешь, там приезжали к тебе, там пьяницы такие своровали. Ну тебе Игнатий дал даром-даром. Ну успокойся. Ему сколько давали, он все это пропил. У него там такие приборы были, таль, поднимать там от сцепи, такие тяжести. Ничего нет, все растащили. Нет, ничего нет. Лошадь, на которой ездил, что-то она там, не знаю. Пришли пьяные, выпить надо там. Давай, он даже не помнит, как деньги взял. Приходит, а уже требуха, они ее разделали, лошадь. А мы на ней ездили. Ну с него что спрашивают, что он в таком состоянии? Поэтому мы каждый день за него молимся, да больше мы ничего сделать не можем. У нас рычагов нет на это. Никаких. Может не стоило в диалог в Батюшке вступать? Нет, это не касается никак. Вот допустим, нынче он что-то там пьяно упал, там ребра сломал, а живет за 16 километров. И мы сообщили, мы сразу же целой группой поехали, до обеда всю картошку выкопали, сносили ему на машину и были таковские. То есть мы слушаем где-то, а он свое делает, мы свое. Ну понятно. Мы, а ты со стороны, говорит, можно увидеть как-то, а когда расскажешь, ничего этого нет. Вот вы сказали о детях, я еще раз хочу сказать. В нашем детском лагере побывало комиссии, только за один год 15 краевых комиссий. О том, что дети вот так вот занимаются там где-то, к этому претензий нет. Наоборот, это в похвалу. В похвалу. И что смещенник работает где-то, это самое лучшее, может, его качество. А он работает. Вот у нас собрание, когда идет, вы видите, он заходит в собрание после богослужения и спрашивает, ко мне вопросы какие нет, а тут есть кому заниматься. Он все, я поехал на требу. Там больные, ему где-то ждут, его причастить надо, он свое дело делает. Делает. Притом у него до этого было по разным городам Сибири, он благочинный. От русской православной зарубежной церкви. К нему претензий ни с какой стороны ни от кого не было. Когда его избирали на епископа, обычно там против, за него все 100% епископы проголосовали, но он не пошел. И епископ туда приехал, уговаривал, я говорю, нет, это не его. И он говорит, зачем я пойду? Матушка у него, там была главная агронома, она сотрудничает, кажется, с сельскохозяйственным институтом, и там что, то у нее все растет везде. Она очень щедрая. И батюшка, куда бы ни поехал, он едет с подарками, там на Украину, там что-то было, собрали несколько машин, там в Белоруссии случился пожар у его знакомый, священник-то. Тут же собрали деньги на новый храм ему. Батюшка работает. И нигде он не выпрашивает ничего. Он сам косит, сам привозит, теперь, правда, помогает ему. У него сердцем было не ладо. Это работяга. И это похвально. Чтобы трудились своими руками, как Павел говорит, дабы было из чего уделять нуждающемуся. Он так и делает. Так что батюшке ни с какой стороны претензий ни от кого никогда не было. Да и как? Он держит, он же не сам это все съедает. Ну, конечно, я с вами согласен. Кстати, на нашем приходе с батюшкой после службы большая удача, если он вам уделит там пять минут. Он спешит, ему надо, ему надо требовать. Я ему, батюшка, вы Библию читаете? Кстати, что касается Библии? Только что-то вот касается, или в Библии начинаешь разговор, сразу вопрос. Вы православный? Покажите хрест. Покажите хрест. Это все по-украински. Покажите хрест. Понимаете? Все. Сразу, понимаете, вот такое вот. А вы не свидетель Егова? Я говорю, да, я свидетель Егова, только православный. Да, да. Православный. Вот это ответ, настоящий ответ. Да, спасибо, Господи. И в этом есть ваша заслуга. Я, не знаю, у меня вот есть такие вопросы, может быть, они немножко странные для вас, но я хочу из первых уст услышать. Понимаете? Кстати, вот последний видеоролик вы вводили в России, из Казахстана по вашим приходам в Барнауле. И мне понравилось, Вова, кстати, ты тоже обрати внимание, вот этот священник, которого вы снимали, мы начали разговор о голубях, и он так заинтересовался, а потом начал камеру вырывать у Вовы. Что он был? Он или обкуренный, или пьяный, этот священник? Что это было? Ну, под роликом комментарии, там с Германии, там у нас отовсюду люди, все написали, он же пьяный, бесофен, гетрункен, там начали немцы его, я что могу сделать, какой он есть, но потом он вышел, благословил, только в местное телевидение отдавайте. Его все посчитали пьяным, я разговаривал с ним как с нормальным человеком, и вижу, что что-то сошлось, ну что сделаешь, каждый отмечается сам себя. Я понимаю, ну знаете, как-то, ну сказать, что человеку пьяный, осудить его, потому что, в Библии, не спеши судить, как бы потом тебя не осудили, просто думаю, как же так получилось, ну, батюшка неадекватный был, конечно, Володю мог и камеру разбить, а у вас уже был такой претендент с Путковым, кстати, тоже этот момент меня поразил, я разбирал его, как это Путков с этой вашей камерой полез туда, а его в английской камерой пал, и ударить, что что хочешь, понимаете, и практически разбил камеру, но вы пару раз сказали, ты мне как хочешь, давай новую камеру, а то забирай тебя. А вы видели, как мы в митрополита были как? Ну а как же, ну а как же, я смотрю все ваши ролики, понимаете, и это мне помогает жить, потому что, еще раз говорю, как Господь говорит, что, наведу на вас голод, только голод не тот, который, чтобы нажаться мясо там или что-то, а духовный, а я голодаю в этом плане, и вот Лавкин мне как бы повар, будем так говорить, ну образно, вы конечно не повар, но повар духовный, понимаете, и я просто наслаждаюсь этим, слава Богу, что вы есть, живите сто лет. Знаете, Борис Семенович, вы то, что у нас находите, вот сейчас выставляется, это с сайта с нашего, начитанный моим голосом полностью 12 томов златоуста, 12 томов жития святых, добротолюбия, это нигде нету во всей мировой сети, нигде. Я слушаю это, уважаемый Игнатий Лавкин, я слушаю и удивляюсь вам, потому что Вова, может, не знает, чего это стоило людям в то время, когда вас посадили, да, а в то время я, вы должны знать, что Донецкая область, она напичкана ИТК, Вова не знает, что такое ИТК, Вова, ты слушай, кстати, тоже тебе будет полезно, это исправительно-трудовые колонии, я там проработал, вот, где Игнатий Тихонович, ну, все дела, это плохое слово, конечно, я очень хорошо это знаю, я был командиром роты, охраны, а у нас в Донецкой области этих ИТК, исправительно-трудовых колоний, очень много, а есть они общего режима, усиленного, строгого и особого, полосатые, так называются. Да, закрытка. Да, крытая, там все крытое, вот, если, я просто иногда сам себя, ну, знаешь, вот подходишь в зоне, слышишь этот вой вот этого кактуса противоподкопного, лай собак, и на душе уже, понимаешь, такое, как будто тебе когти туда запустили. Так что, когда Игнатий Тихонович говорит о, ну, своей отсидке, так называемой, да, то я очень понимаю его, это, дорогого стоит отсидеть, там сколько людей, повесилось, я не знаю, что там сделать, их сажали, штрафные изоляторы, помещения камерного типа, по КТ, но он знает, Игнатий Тихонович, так что мне все это очень знакомо, и вот то, что он делал, вот это, начитки, там переписывали, там все, это я знаю, потому что люди сидели за это, и мне это очень близко к сердцу, когда вы говорите, я уверен, не многие понимают о том, что вы говорите, вот я сидел, там было то, были блатные там, а что такое блатными кинуть, Вова, поверь, это дорогого стоит, дорогого стоит, в смысле, не сидеть, а то, что Игнатий Тихонович выжил, его могли там, что хочешь сделать, одно неверное слово, одно нет, и все, Игнатия Тихоновича нет, и, ой, рассказывать, так что, мне вот то, что вы говорите, очень близко, потому что я-то не сидел сам, но был, и видел, и знаю, ваше мытарство, которое там произошло, и вот я слушаю ваши начитки, а то, что вот вы выпустили книги, это вообще не знаю, да, я такого человека впервые вижу, что это именно, а то, что вы выпустили книги, это вообще, ааа, это, ну это Бог сделает, это благодать, а вы про тюрьму-то сказали, вот где я был там, на психиатрию, судебная экспертиза была, там обратились люди, так меня 26 лет психиатрия мучила, 26 лет, и сняла только перестройка с меня это клеймо, теперь, вернувшись оттуда, я 18 лет бесплатно сотрудничал с тюрьмой, с лагерем, шел по камерам, они знают, я каторжник, они принимают, а у меня очень близкие отношения, с прокурором края, генерал-лейтенант, и мне двери были открыты, для приговоренных к смертной казни, хотя начальник тюрьмы, клялся, пока я живой, туда не пройдете, меня везде пропускали, это Бог делает, вот я утром стою, вечером я не оборачиваюсь, молюсь, уголок спросил, где я не буду мешать, говорят, вчера 7 человек на колени молились с вами, можно мы тоже будем, у меня следователь, который ввел допрос и судил, он принял крещение с полным погружением, начальник тюрьмы не раз вызывал меня, умер по-христиански, это Бог делает, человеку это невозможно, там ничего человеческого нет, только Бог. Конечно, конечно, я с вами очень согласен, а вот вы говорите, птиатрическая больница, это вообще, я не знаю, делали вам там же, этим людям делают аминозин, аминозин такой, уколы, знаете, да? Так мне вешали такие вот, ну я не знаю, литра, наверное, три банки, они в меня вгоняли, вот такие ноги делаются, ты все равно от Бога трясешься, а я только молил разум сохранить, и они не могли вторгнуться, но так как у меня отец инвалид войны был, там я сумел все-таки дать знать-то, и меня забрали, когда привезли в Барнаул, и они что-то сделали такое, что если ты хоть раз выпьешь где-то, у тебя все там перевернется, у меня горел внутри как огонь, так что делали, молоко вообще нельзя холодное пить, а у меня стоял бетончик, с молоком, мороженое, я вот так раздоблю ножом, и этим питаюсь, представьте себе, шуга там, лед, а у меня внутри все как будто расплавлялось, прошло года три, все ушло, я знаю это, когда каждый сустав ищет другое место, Игорь Тихонович, я очень четко вас понимаю, потому что, еще раз говорю, мне-то не пришлось испытать, но я был там как на работе, вот, но я представляю, и всеми фибрами своей души, соболезную вам, и слава Богу, что вы выстояли, вот это нечеловеческое, да, нечеловеческое, ну как сказать, ну нечеловеческое состояние, будем так говорить, да, а вот эти книги, которые у вас, толкование на священное, Евангелие ваше, я ими только и занимаюсь, правда в электронном виде, в электронном виде не совсем я их принимаю, книга, она более жива, понимаете, когда ее берешь в руки, вы мне сказали, как, как бы можно было приобрести у вас эти, три книги, я вам напишу, как кончим разговаривать, я внизу скину под скайпом, сколько стоит, когда, какие книги, я все вам сброс сделаю, и вы выберете, скажете, но на Украину посылать, почти самое дорогое, даже в Австралии и то легче, вот мы проехали, вы знаете, от Тихого до Атлантического океана, нигде таких не было, прям горло драли, только на Украине, дай, 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 прям нигде больше такого нету, ну, хохлы такие, вы же сами знаете, хохлы есть хохлы, да, Игнатий Тихонович, ну, и, чтобы сильно вас не, это, не напрягать, потому что у вас, наверное, работа там есть, у меня такой более, как бы, духовный вопрос, который мучает меня, а именно, а именно, с чем он связан, это благословение преподобности Сергия Радоневска, монаха Васлябу, да, Александра Пересвета и Андрея Васлябу, вот я все-таки не могу поверить, чтобы Сергий Радоневский мог, ну, благословить этих монахов, на бой с Челубеем этим, да, неужели он не знал, или он не православный, что вы мне ответите на этот вопрос, а? Знаете что, я вам скину материал, он у меня подробно отвечен, меня иногда делают замечания, вы, одни и те же вопросы отвечаете, дело в том, что вы будете, когда книги заказывать какие, есть такая у меня книга, к истинному православию, так, я ее 40 лет материал собирал, можете представить, и там подробно в теме написано, а я говорю вам, любите врагов ваших, там про Сергия Радоневского, про православие, все подробно, притом канонами, он знал, не знал, мне не надо говорить, главное, что он нарушитель, а нарушитель должен попасть под эпитемью, к истинному православию, к истинному православию, да, все, Игнатий Лапкин, это так, я 40 лет собирал материалы, там о крещении, о покаянии, о милостинии, о сне, о торговле в храме, о бродобрите, все там есть, все, притом книга эта, она буквально из одних документов, уже, что ты скажешь, я беру, я отвечаю все четыре параметра, первое, что говорит об этом Святая Библия, притом 77 книг, не протестантская 66, второе, что говорят об этом святые отцы, по любому вопросу, а это 300 томов палеантов, что говорят книга правил, а это худая или бедная 719 правил, 7 вселенских, 9 поместных соборов, и святые отцы, и четвертое, это что говорят жития святых, 1173 биографии, отвечая студентам, я в пяти университетах вел занятия сразу, я отвечаю сразу по всем четырем параметрам, и поэтому вопрос их, никто не может взвинуть с места, если он нападает, он должен сказать, я антихрист, я против Бога, тогда можно опровергать, и поэтому, мои книги брали на разбор, враги мои, которые против, ими занимались в Адассе, отправили Киево-Печерскую лавру, занимался Дворкин, три или четыре, может быть, здесь сенсорских отделов, разных епархиях-то, и за 14 лет, ни одного слова я не получил, это значит, они абсолютно вписались в православие, и даже самые негодные священники, нападали, там, обзывали, поносили, они ничего сказать не могут, кроме высказать злобу, а раз они злятся, Леонов говорил так, вы злитесь, почему? Потому что вы слабые, а если ты сильный, тебе злиться-то не надо, сказал, и все стало на место, Понятно, согласен с вами, спасибо. Игнатий Тихонович, я вам тоже хочу сбросить, там на Ютьюбе, у меня есть пяток, ну, в процессе своей жизни, я поехал по поездкам, ну, в смысле, съездил в Киевско-Печерскую лавру, в нашу Святогорскую, потом, в Голосеевскую пустынь, вы знаете, в Киеве, там, ну, некоторые ролики, и такие маленькие ролики, я сделал буквально там по 7-10 минут, очень бы хотелось бы, чтобы вы по возможности просмотрели их, сам я брал тоже камеру, ну, и пытался там, там небольшие, 7-10 минут, что вы интересно скажете, будет у вас там какая-то минутка, вспомните о Борисе Семеновиче, что есть такой, да, и, а как-то, может быть, еще встретимся с вами, вот так, я вам досаждать не буду, и надоедать, ну, как-то там, может быть, чтобы так облегчить, может, какие-то будут вопросы, да, то, скажите в свое время, свое мнение, ну, а я буду продолжать вас смотреть, буду продолжать... Я вам отвечаю, что у меня все ресурсы, а тут главное, это сайт, тяжеловеснейший сайт, дальше, YouTube, там 9100 наших роликов, вы их все не смотрели, если по одному часу в день будете смотреть, потребуется ровно 13 лет, без выходных. Ну, я смотрю их почти постоянно, почти постоянно, дело в том, что у нас на Украине здесь заблокировали сайт Mail.ru, ВКонтакте, одноклассники, наш президент решил, что этими социальными сетями россияне нас расклевают, то есть вы, хотя я себя считаю русским, потому что я родился в Красноярском крае, в Саянском районе, поселок Тугач. Мой отец, мой отец был, он закончил Харьковскую медицинскую академию и был направлен в Тугач, а там сидели, раньше вы должны знать, 58-я статья, 10-25, помните? 10-25, туда было добраться 12 суток, плюс до Саян, а потом от Саян на санях, весной на санях, понимаете? По траве, по траве, с другим, там не было ни вертолета, река Кан, когда разливалась, все, туда было недоступно, и вот там сидели политические заключенные, вот там я родился в 1952 году, и в душе я русский, конечно, и Русь мне, знаете, там русский дух, там Русью пахнет, то есть как бы вот так, я люблю и Украину, потому что мы братья, в принципе, большую часть жизни я в Украине прожил, да, и для меня это большой шок, что братья воюют, ну, мы же читаем Библию, там об этом сказано, еще и апостолы спрашивали у Христа, а когда будет, какие признаки в последние дни, а вот они признаки и есть, да, так что, мне очень близко, и Алтайский край, и я люблю вашего, ну, этот артист, был, сейчас вот я не вспомню его, который разбился, разбился, ну, артист кино был, или театра, я не знаю, Евдокимов, Евдокимов Михаил Сергеевич, да, 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 мне почему-то говорили, что я не думаю, что на него похож, ну, может, молодости как-то мне отговорили, вот, и я его, ну, как бы, ну, к нему относился очень хорошо, ну, и ваш этот, Тулеев, такой, вот, это в Кемерово, в Кемерово, А, это Кемерово, да? Барнаул, я с Эмнатовым очень много разговаривал, как он добрался, он рассказывал мне, как же он не выполнил ваши указания, как вы его отчитали, вот там, я говорю, видишь, как ты, буквально вчера мы с ним разговаривали, я очень помню, Игнатия Тихоновича, как он меня отчитал, вот там, на этом, я говорю, как же ты мог тоже взять двое суток, болтаться, где-то в поле незнакомом, и что, он тебе правильно сказал, а что бы случилось бы, не дай Бог, как ты, ну, это вообще безумный человек, но он, кстати, очень сильно это переживает, и говорит, что, я сам не знаю, как получилось, но он с большим воодушевлением вспоминает посещение это, и я, мне немножко приятно, что он молодец, решился, поехал, да, вот еще вопрос, я настолько был вами ошарашен, ну, в смысле, как ошарашен, тем, что практически я, получается, не крещенным, а моченным, то есть, практически я, не произошло таинства, не произошло, представляете? Это обман, обман, это окатоличивание прошло, потому что слово крещение переводится только в русском и в церковнославянском, основание крест, во всех других языках написано то есть погружать, погружение, слово крещение, только один смысл, погружение, его нету, это крещение, это обман, понятно, так что у нас после 7 июля будет крещение, ой, как-то буду что-то думать каким-то образом, а может быть, Бог как управит, придется приехать, да, к альбинатам Сергея-то собирается опять ехать, да вот с ним и давайте вместе, ну, вот будем, мы с ним, тут не очень далеко у нас, ну, так далековато, конечно, кстати, он мне очень рассказал, он же хотел брать оружие, идти воевать же за это, и вот, благодаря Игнатию Лапкину, у него немножко пыл поупал, я говорю, ты что, совсем не нормально? вы знаете, у вас Леонов был, Николай, чемпион погиб, это, кейбоксинку, или как это называется? он умер уже, нет, его убили, не умер он, его убили, а, убили его, так мы с ним не раз беседовали, я ему говорю, что надо вот так делать, вот, как, по слову Божьего, нет, надо идти, и когда мы были в поездке, сообщает, его убили, я говорю, ты до 50 лет не доживешь, а как вы знали, я ничего не знаю, я просто знаю, что взявший меч от меча погибнет, кто ведет в плен, тому самому надлежит быть, вот мы когда поехали, проехали Турцию, там, с той стороны Черное море, шесть мусульманских республик, но некоторые говорили, вам-то все равно уже вы, вы рветесь быть мучеником, а этих-то с собой берете, зачем, так мы где у мусульман были, нас как родных братьев принимали, мы в доме мулы ночевали, в мечети молились с ними, я там свидетельствовал им, это Бог делает, это нельзя даже представить, никто, ну, если бы мы не засняли, никто бы не поверил. Конечно, с вами полностью согласен, Инатий Тихонович, полностью согласен, полностью согласен с вами, Инатий Тихонович, и вот хочу еще сказать, что я буквально был, был город Миргород, знаете такой Миргород, Полтавской области? Не о нем писал Гоголь? Совершенно, Харол Ричка не та, да, совершенно верно, и свинья валялась посреди Миргорода, да, 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 так я хочу вам маленькую зарисовочку, но от меня тянет, понимаете, вот подойти, где-то в этот, задать вопрос, я специально, специально сделал себе, Инатий Тихонович, посмотрите, вот, вот, смотрите, да, вот такая памятка у меня, надавается вопрос, и на знание православия, понимаете, вот, ну и подхожу, значит, там есть настоятель, ну, настоятель уже где-то лет 50 примерно, да, а рядом два священника, им, подхожу, говорю, батюшка, вы извините, а сколько вам лет? 23, а как вы, батюшка, а у меня книга правил, книга, это, вселенских соборов, апостольских постановлений, я говорю, а как, вы разве не считали, вы же знаете, что ваши, ваши таинства, недействительные, а он венчает, крестит, вы представляете, начал говорить, но понимаете, в храме нельзя, потому что миряне сразу на тебя, ну, ухо получается, сейчас возьмут и разорвут еще, это потому что я большой, они меня боятся, а если бы такой были как вы, так вас бы на рай порвали там, и знаете, то есть, что хочу сказать, что церкви, нашей православной, да, очень все нарушается, никаких законов не соблюдается, ну и, не даром Серафим Саровский, когда молился и говорил, что господи, лиши нас Царство Небесное, только, мол, не трогай епископов и священства, а он сказал, нет, не пощажу, и это же, наверное, не даром было сказано, это меня очень сильно утручает, и вот благодаря вашим роликам, вообще, вашим выступлениям, вашим, вашим проповедям, меня это хоть как-то спонукает, так сказать, знаете, и держит, так что спасибо вам, что вы есть, да, живите еще сто лет, научайте нас, ну, а если что, будем, у нас какие-то вопросы, будем вам звонить, сильно вас не отвлекать, конечно, да нет, об этом больше не говорить, отвлекать, я с вами буду слушать, и отвечать, сколько вам нужно, так что, больше не говорите, это мне не надо, спасибо, потому что мне ваш разговор сейчас, я вот иду, понимаете, как бы, ну, еще раз говорю, позавтракал хорошо человек, а я сейчас позавтракал духовно хорошо, и вот с такой, с таким настроением сейчас выйду в мир, и попробуй меня одолей, понимаете, попробуй одолей, потому что Аллахин со мной, Библия и Христос со мной, так что, спасибо вам еще раз, что уделили для меня время. Борис Семенович, я спрошу в личном порядке, скажите, пожалуйста, если можно, только, вы в каком звании ушли на пенсию? Ну, старшим офицером я ушел, старшим офицером. Старший, это начиная с майора, подполковник, полковник, три звания старшего, да, все три взял себе, и три звезды подцепил себе, на полу. Понятно. Так, у вас, у вас что-то личное сейчас такое есть, вот я иногда спрашиваю, вы только не обидесь, я спрашиваю вас, потому что вы мне очень понравились, говорится, полюбились. Так, у вас какой рост? Рост? Рост у меня метр восемьдесят четыре. А вес? Вес у меня сто тридцать три килограмма. Тридцать три восемьдесят четыре. Почти полцентера зря носите. Я знаю. Ну, убрать надо, убрать надо, притом, если вы не уберете, они вас загонят в могилу. Они и так загонят. Дело в том, что я, еще и афганец к тому же, вообще я сейчас ушел на пенсию инвалидом войны, второй группы. Я инвалид войны. Но, это не проявляется как-то. Я семь месяцев пролежал в Термезе, тут хотели, ну, вот этот, ну, у меня пока все осталось, я, конечно, так и занимаюсь, и все. но, вы знаете, у меня и мама, и папа были большие. Видимо, это по, по, по генной, по генной. Даже не надо, это лукавство. Все в вас, в вас. Вот ко мне приехал в гости епископ, не этот, а до этого был. Ну, поднялся на площадку и пух, пух, пух. Я говорю, что пыхтишь-то, как паровоз-то. Вот. У него такой вес был, я говорю, знаешь, самое лучшее лекарство, приходи ко мне, со мной, если ты поживешь месяца четыре, ко мне священник такой приехал, вот такой вот, так он за четыре месяца на три дырки ремень убавил, а три дырки там друг от друга вот так вот. То есть что? Мало ящить, мало пить, здраво будешь. Рано вставать, по силам труд делать. Вы, если хотите сохранить свою жизнь, ко мне приезжайте летом, с 10 июня. Вы не пожалеете. И Сергей Игнатов, Сергей Егорович, он вам в помощь. И там одна девушка есть, она связана с евреями, Ревекка, сейчас узнала, что Анастасия, она приняла православие, и она тоже собиралась. Это последний курс университета. Она может с вами приехать. А Петровская, я так понял, да? Да где-то там она. Вы ее с собой возьмите. Она участвует тут. У нас сегодня вечером занятия будут. Вы почему с нами не участвуете-то? Я уже в вашей группе, Игнатий Игнатьевич, а как же? Я в вашей группе. Вы участвуете в среду, пятницу и воскресенье? По скайпу у нас идут занятия. Игнатов помог мне вступить в группу изучения Библии по скайпу, по толкованию святых отцов. Я только вчера вступил, ну, вернее, меня приняли туда. Вчера. Но дело в том, что вы собираетесь, значит, в 14.00 по Москве. По нашему это в 13.00. А я же преподаю еще, работаю в колледже. Но в воскресенье, в воскресенье я, конечно, буду с вами обязательно. Обязательно? Это очень, очень полезно. Да, да, я... Кстати, очень мне нравится ваш роман, малыш. Вот где трудяга, вот где хлопец, как он тополяйки повалил. Ну, это вообще, это ну, это дорогого стоит. Молодец, Роман Малыш. Такой интересный тоже парень. А еще есть у вас такой Дебунов Игорь. Дебунов Игорь. Тот немножко так и с вами в этой покрикует, так, как становится в позу, так с вами, молодец. Ну, иногда так. Ну, в пределах этого, в пределах нужного, да. Пару роликов виделся, он там немножко на вас покрикует, так, да? Ну, видите, как, это человек, он у него, когда вернулся с Магадана, жить негде. У меня за стенкой комната одна, это частный дом, и он-то жил 14 лет, конечно, бесплатно. И мне говорили, как вы с ним будете уживаться? Уживаться не надо, все нормально. я делаю свое дело, он свое. Молодцы, молодцы, да. А что у него с ногами, что он как-то так ходит, как-то немножко вот так, а? У него вены там вырезали, что-то и прочее. коленки у него нарушены, коленки. А, занимался штангами, большой груз поднимал и на дровок коленки сеет. Ну, а может, стоит поменять суставы здесь вот в коленочках, не? Или как? Нет, уже там операцию делали, уже все у него. А, уже все, да? Да, все. Тоже интересный персонаж, очень, Игорь Дыбунов, очень. А вот что, когда он читает, ведет занятия, вот, да, в краме, он надевает черные очки, как понять это? Немножко тоже, как бы, не совсем понятно это. Это ему для улучшения зрения, там какие-то такие дырочки есть, ему лучше видеть, чем через простые очки. А, а люди, которые смотрят, говорят, а что это, слепой читает или что? Понимаете? Ну, в смысле, с очками. Я и знал даже. Да, да, да. Он в черных очках таких, понимаете, и получается, как, вроде как, слепой и читает. Ну, люди, и приходится каждому говорить. Ну, ну, странно люди, странность воспринимают парад, надо каждому объяснять. А вы как-то так ролик сделаете, потому что многие люди говорят, это что, слепой читает, или он как там, или монитофон, это не он. Да я говорю, не, надо спросить, темные очки там. Ну, часто на роликах. А вы не видели, да, Игорь Тихонович? Да я как-то не вижу, как, я о другом думаю. Я помню, тогда было, когда присвоили Нобелевскую премию, Мария Кюрис-Кладовская, и мужу ее тоже присвоили. Они занимались радием, ради, добывали где-то. И однажды он шел, его конка задавила, конка это трамвай, лошади тащили. Когда отцу сказали, он говорит, о чем же он думал, он когда идет, не видит. Мне иногда жене говорят, почему он на меня, говорит, не здоровался, шли. Он говорит, а вы спросите, видел он вас или нет. Вот иногда бунтует, такие идут там рекламы, там женщины, я ничего не вижу. Я иду, у меня все время, работает голова, иногда на двух, на трех каналах. Я думаю об одном, готовлю материалы, готовые, слитые фразы. Просто бери и пиши книгу. Я не вижу ничего этого. На столе, если ушла, записку не поставила, а стол, один квадратный метр. Я уже не, все прокислить, я не найду. Да. Я живу все равно. Слава Богу. Игнатий Динович, еще мне нравится ваше отношение к подкаблучникам. И вообще, как вы с вашей женой, я перенимаю у вас манеру действия и убеждения жены, очень, очень мне подходит. И то, что вы говорите, вот недавно вы о подкаблучниках говорили, потому что мои все друзья, они почти подкаблучники. И я им даю вот эти ролики, я говорю, смотрите, вот Лапкина, он вам четко расскажет, в чем, и многие как бы начинают потихоньку задумываться. Это тоже очень здорово, спасибо вам. Вот у нас выставляется каждый день один ролик, называется События дня. Я сегодня как раз отвечал на эту тему. На эту тему как раз отвечал. И вот посмотрите, События дня, сегодня у нас третий, за 3 января. Оно через неделю примерно выйдет. Ну, 5-7 дней, потому что я не закачиваю. У меня все время закачиваются другие материалы, а это уже там модераторы, иногда бывает и в другом городе, у нас большой коллектив работает. 12 человек, которые участвовали, сейчас еще 4 добавились, они начитанные мной книги превращают в видео, в видео, так что я их начинаю выставлять. Это очень много, за один только Златоуст 1262 ролика будет. Да, слава Богу. Игнатий Тихонович, хотел у вас спросить, вы знаете это точно, у Иоанна Златоуста 12 томов или 20 томов? 12, 12, но 12 том большой, 1270 страниц примерно, он разбитый на 2 тома. Ну, все равно 14, но не 20 томов, потому что нет, 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 только 12. Потому что у меня один четвертый том нашли совсем недавно только у армян. Шестой том кое-как нашли, кажется, у сирийцев, там толкование было у него на Бытие и на Исаию. Вот так, то, что сохранилось и никто не знал. 12 томов, но 13-ый большой соглавлением, большой. А то я с епископа одному говорю, что вот у Иоанна Златоуста 12 томов, он говорит, нет 20, вот вы не знаете, я вот в семинарии учился, ну, не стал мужу говорить, понимаете. Ну, скажи двоечник, вы ответите, скажи двоечник. И я им... Вы им скажите, из 15 тома хоть одно слово просчитайте мне. Да, ну, я им всегда ваши слова привожу, что, о священник, если по твоей вине хоть одна душа погибнет, тебе не хватит и здесь, чтобы оправдаться. Они сразу за голову берут, и ой, вы там читались, вы там умные сильно, то есть война идет, Игнатий Дигонович, война идет. Ну, поддержка ваша у меня очень чувствуется. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо не говорят, а говорят, спаси Христос. Спаси Христос, да, Игнатий Дигонович, да. Ну, спасибо, это сокращенно, это мирское, потому что Борис... это не сокращенно, оно совсем не христианское. Ни разу в Библии, нигде у святых отцов спасибо нет. Это сектанты говорят так. Так что осторожно. Я не люблю слово проблема, я его исключил. нерешенные вопросы. Принято, Игнатий Дигонович, принято. Спаси Христос. Спаси Христос. Да. Ну, передавайте привет Барнаулу, да, я постоянно смотрю, смотрю, у вас там морозец такой хороший, вот это вот шли, вы 2-го числа благовествовали, раздавали Евангелие, раздавали, милиция вас там что-то там просматривала, смотрю, морозец такой, а у нас плюс 10, травка зеленеет, солнышко блестит, представляете, вот, так что, смотрю этого, а кто был, а Пупков, Пупков, что-то милиция его остановила, сержант там просматривает, думает, что ты там понимаешь, но, а вдруг вы что-то тут раздаете, да, из последних роликов. А вы помните, когда Гитлер подступил к Москве, и как сибирские дивизии туда приступили, прорыв-то этот сделали, пошли его дальше, погнали, это зимой. А сибиряки, ничего себе, это люди, это сила сибиряки, вы что, сибиряк, это звучит здорово, да, я, мне пришлось, я служил в Монголии, и я всю Сибирь проехал, когда на Монголию едешь, там есть граница на ушки, на ушки, вся Сибирь, это вот и Новороссия, это и Новосибирск, и Красноярск, и на, так вот, едешь сутками, сутками, лес, тайга, тайга, тайга и лес, сутками, представляете, аж страшно становится, какая мощь, мощь, а люди какие там, они хоть и ходили в фуфайках, и в сапогах, кырзовых. А у вас в Киев дороги никак туда, не бываете в Киеве? Бываю, бываю. В Киеве, в национальной и парламентской библиотеке, в двух библиотеках, мои все книги. В Харькове, в Харькове книги, в Одессе, в Николаеве, где мы были, не считая там района еще. Там все книги, я ездил же, ну мы 600 городов посетили, с районными центрами, и везде я дарил полный комплект книг. Я вот в этом прошедшем году, был три раза там, я как инвалид войны, афганской, имею право лечения в нашем центральном госпитале МВД. Он стоит в центре, кстати, интересно, там тюрьма, и госпиталь наш, и эта знаменитая, ну не бутырка, как же она называется, надо же, ну короче, рядом. вот, и я очень часто бываю, так что обязательно, национальная парламентская библиотека, Нет, это две, две национальная и парламентская, это две библиотеки. А, национальная и парламентская библиотека. А, когда мы были в Харькове, там такие были, эти, библиотекари, они с нами вместе помолились, и мы вышли на улицу, они еще нас благословляли. Очень хорошее. О, слава Богу. Да, очень хорошо. Обязательно зайду. Ну, я буду стараться приобрести книги, чтобы у меня толкования ваши были со мной, прежде всего. А у вас кто-то есть такой в России, чтобы на русский адрес послать, а потом перевезти в ручную? Есть, есть. Вот это вам будет дешевле пересылка? У меня люди живут, есть, ну, под Москвой, город Клин. Да. Ну, я вам все, сейчас как-то закончим говорить, я скину данные. Вы их сохраните себе. Ну, и выбирайте. Я скину вам о крещении, о книгах и о скайпе. Да. И, знаете, Тихонович, я вот еще раз повторю, я вам сброшу свой маленький, там, вот эти ролички, которые я сделал. У вас, если будет минутка свободная, обратите внимание, там, ну, это не сейчас, может, через неделю, две, там, когда будет, а тогда мы с вами созвонимся, и вы скажете свое мнение. Что вы думаете по поводу этого? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Ну, спаси Христос, спаси Христос, кланяюсь вам, кланяюсь вам. Володя, всего доброго тебе тоже. Да. Это же тоже ваш участник, как говорится. А, кстати, а как это, как Никита, как с Никитой дела там, все нормально? На работе, на работе, его нет, он вечером придет только. Ты же с ним помучались, там, я знаю, как, я его хотел приехать и хотел розыграть, когда, ну, по началу, как он начинал. Ну, сейчас молодец, смотрю, такой, надежный помощник, для вас. Это работа, это работа ежедневная. Да, ну, так понятно, работа, ну, вы уже видите плоды, да, я лично вижу. Конечно. Ну, слава Богу, слава Богу. Игнатий Тихонович, желаю вам добра, спаси Христос, ангела-хранителя, до встречи. Да, спаси Христос, до свидания.